всем привет друзья давно мы с вами не сидели за чашечкой кофе и не беседовали приватно я сегодня хочу посидеть здесь на открытой веранде шанклине и немножко рассказать вам что у меня происходит какие новости ну во первых наверное вам будет интересно по поводу моего ремонта я вижу что эта тема интересует многих я ее продолжу так вот сейчас поляк который ремонтирует мою ванну уехал на неделю уже об этом я рассказывала вам что он вот так вот занимается ремонтом у меня только когда он свободен а сейчас он сказал что он поехал встречаться со своей герлфренд в лондон ну в общем взял небольшой отпуск скажем так там осталось совсем у меня немножко доделать мы по покрасили побелили там все установила я новую сантехнику не стала незаконно какие панели я заморачиваться оставила свою старую плитку но она не такая уж и старая она вполне себе даже нормальная что касается нашей новой компании которая приобрела здание с четырьмя квартирами сейчас в одной из которых я живу вы знаете новости у нас продолжаются и сюрпризы не заканчиваются значит получилось так что мишель как самая умная она быстренько отсюда смогла уйти хотела сказать слинять нож не буду она смогла быстренько отсюда уйти всего лишь год она тут прожила может быть кто-то не понял то что я рассказывала про квартиру мишель это не она там делала ремонты это не она переоборудовала коридор в спальню маленькую это все делала не она этот ремонт сделала фиона бывшая хозяйка для того чтобы быстренько подороже продать ну вот она и продала она продала за 160 тысяч эту квартиру мишель и мишель и и точно таким же успехом через год продала за ту же самую цену 160 тысяч поэтому объясняю для тех кто может быть что-то не понял и говорили молодец мишель что она там сделала то и сделала сё мишель не приложила вообще ничего и пальца палец не ударила для того чтобы как-то там при приукрасить эту свою квартиру квартира ей досталась такая отремонтированная когда она ее покупала год назад так вот мишель значит когда узнала что поднялись цены за сервис charge в два раза она быстренько эту квартиру продала сейчас там все еще оформление документов происходит потому что это все долго здесь можно истратить 23 а сейчас когда у нас к вид и локдаун поэтому может быть даже что и протянут и 6 месяцев за оформление этой квартиры пока там никто не живет я почему так долго объясняю чтобы вы поняли кто остался жить в этом доме значит вот внизу подо мной это пара из лондона купила эту квартиру на холоде тайм на время каникул чтобы сюда приезжать они приезжают и вы знаете даже и не они приезжают они каждые выходные кто-то приезжает а вот поэтому там постоянно кто-то новый и им разбираться с хозяевами этого дома нашего с новой нашей компании совершенно нет интереса и они этим конечно же не будут заниматься и остались мы с моей соседкой джун ну и джун такая что она все время говорит что я не хочу быть во что-то вовлеченной i don't want to be involved как она говорит что бы ни случилось она ее хата всегда с краю ну это в общем то большинство англичан так поступает поэтому на нее как говорится на какой-то надежды мало что что-то такое вместе мы можем скооперироваться и что-то как-то повлиять на те цены бешеные выставленные этой компании или что-то еще и получилось что я осталась вот такая вот здесь одна а мишель тут немножко возмущалась но мишель поняла что там ничего не сделать то что она тогда проконсультировалась с адвокатом я вам говорила тоже об этом что адвокаты ей сказали что компания имеет право до трех тысяч фунтов поднимать стоимость вот этого сервис charge обслуживания и даже не отчитываться перед жильцами то есть у компании прав очень много здесь у жильцов прав никаких ну и мишель сразу поняв это вот она поэтому и уехала отсюда значит остались мы вдвоем с моей соседкой а вот сейчас я ждала больше десяти минут и ресторан этот у нас steam вы знаете вроде бы популярные и цены здесь у них высокие ну вот я опять хочу вам показать как они мне принесли смотрите это я заказала латте во первых кружка совершенно не совпадающие с латте во вторых она вся в потеках третьих вот эта ложка ужасная но в общем вы знаете даже хуже принесли мне сервис не то чтобы ресторана даже хуже чем какое-либо кафе забегаловка если кто-то думает что я вот такая брюзга что привязалась как они мне плохо подали это кофе латте так я вам скажу что кофе латте может отличаться в различных заведениях но самое главное и неизменное это то что напиток этот всегда подается в высоком ирландском бокале на блюдечке вместе с длинной ложкой и соломинкой для того чтобы через прозрачные стенки бокала вы легко отличили латте от другого вида кофе по его трехслойной структуре ну понимаете друзья я латте всегда пью обожаю его в разных пабах в разных кафе подают по-разному вот в ресторанах например в шикарных подают вот так там всякая карамель еще сверху и бывает вообще изысканные такие вот цветочки рисуют наверху я могла бы все что хотите вам еще рассказать про кофе латте потому что я о нем знаю много и как его пьют размешивают или не размешивают кому интересно могу это все рассказать друзья я что-то как-то наверное привередничаю но я хочу вам объяснить опять же так выглядят здесь все эти сервисы европейские хваленые и какая низкая квалификация у людей здесь работающих ну и вдобавок ко всему я попробовала это кофе латы даже не похоже что она приготовлена кофемашины впечатление что налили из ведра в общем друзья я сейчас закончу здесь свою трапезу и продолжу с вами разговор в другом месте сейчас как раз вышла и и встретилась в дверях с мишель мишель да что-то я много о ней рассказываю и вы знаете наверное не зря потому что потому что потому что мишель мало того что она живет со мной по соседству жила по крайней мере я рассказывала вам как она продала свою квартиру и чтобы думаете я как-то никогда не интересовалась я знаю что у нее хорошая работа и вот мы сейчас с ней стоим разговариваем про то какую она квартиру купила где купила я ей опять рассказываю про эту компанию нашу новую которая наше здание приобрела в марте месяце и говорю что мишель ты очень вовремя отсюда убежала она купила себе free hold бангала небольшое но потому что как я уже сказала у нее недавно умерла мать и я оставила какое-никакое наследство там свою маленькую квартирку вот опять же интересная история что когда мать была жива она жила одна мать и мишель тоже жила одна вот как это странно казалось бы дочь и мать дочь одинокая мать одинокая сейчас жить бы вместе съехаться но нет вот но вот нет понимаете не знаю почему своя жизнь не знаю там что там с матерью произошло я уж конечно об этом не буду спрашивать и не спрашивала никогда потому что это чужая жизнь и я не настолько близка с мишель да и вообще англичане об этом распространяться не любят вот единственное что я конечно без конца задаю вопросы интересуюсь и поэтому может быть мишель тут мне немножко все-таки рассказала приподняла завесу то что мать вот у нее одинокая но вот опять я вам понимаете пытаюсь объяснить какая разная культура какое разное отношение к жизни то что у нас считается в порядке вещей когда съезжаются или забирают к себе пожилых родителей здесь этого нет вот у нее мать жила одна я спросила кстати тоже у мишеля была ли она когда-нибудь замужем дети как она сказала нет я замужем не была не собираюсь мне это не надо меня все устраивает я всегда жила как королева 1 но вот каждому свое да я конечно поразилась женщина симпатичная женщине где-то чуть за 50 но вот прожила 1 насколько разные я вам дехо съемки друзья что вы можете подумать что это разное время но это все один день воскресенье 27 июня я попала и под дождь я посидела и в кафе а сейчас переждала дождь и гуляю по красивейшему опять месту и хочу показать вам посмотрите как опять на улице люди украшают в свою перед домом территорию это даже никакой не палисадник а это просто видите вот просто на газоне перед домом люди наставили всяких вот таких украшений посмотрите как здорово какой павлин красивый у него вот такой вертящийся хвост двойной он работает наверное и от ветра и и так же сзади у него солнечная батарея здорово посмотрите как красиво а это паилка для птиц тоже довольно распространенная и она вот тоже видите солнечная батарея впереди видите просто на улице я помню тоже показывала рассказывала мне многие просят показывать поближе все эти садики украшения я это и делаю но и вот помню мне тут кто-то написал что я бы с удовольствием тоже поставил в своем садике или где-то в палисаднике вот такие красивые фигурки но все украдут все поломают как это жалко но может быть мы когда-нибудь тоже настолько вырастим культурное поколение что все это будет и у нас а пока мы только смотрим и удивляемся всем вот этим делам я показывала вам когда-то вот тоже стояли вот такие вот даже вот не такая скамейка как здесь видите в саду человек у людей стоит скамейка а там стояли просто стулья легкие такие красивые пластиковые стулья на улице и мне кто-то написал что так ведь эти стулья наверно же они пристегнуты там цепями пристегнуты цепями потому что люди даже не понимают что ничего тут не пристегнута просто стоит свободно но никому не придет в голову что-то здесь украсть порушить и утащить поломать ну может быть опять же понимаете из-за того что штрафуют а из-за того что дальше еще что у всех посмотрите здесь такие дома красивые и некому особенно ломать у соседа не знаю но мне кажется все таки что это не от штрафов зависит а это зависит от того насколько культурные здесь люди воспитанные выросли ну и раз уж мы начали тут про мишель сплетничать так уж начали так вот был такой случай однажды что мишель только въехала где-то наверное всего лишь она прожила несколько месяцев и никто ничего там они не знал толком познакомились мы с ней конечно вот так вот тоже шапошно и и все и вот однажды я купила себе шкаф большущий для одежды долго искала белый красивый и мне его привезли с доставкой конечно же потому что у меня лестница такая огромная сейчас покажу вам вот она моя лестница и и здесь как вы понимаете мне самой конечно по таким крутым ступеням ничего не поднять не затащить и только лишь когда грузчики помогают и вот два огромных мужчины они стали этот шкаф затаскивать вот эта дверь мишель в квартиру посмотрите вам напоминаю и вот они проносят мимо здесь этой двери мой шкаф ну и шумят же конечно как обычно все и вдруг открывается эта дверь и оттуда выскакивает мишель и набрасывается на этих мужчин что они тут вот почему шумят и что они тут такое делают я стою наверху и не понимаю что происходит мужчины там начали перед ней оправдываться говорят что да посмотрите женщина все нормально мы и вашу дверь вообще не задели мы вверх идем но и она на них что-то такое так сильно нападает вот я же говорю что я не особо даже и поняла что случилось я выхожу смотрю стоит это мишель и она вы знаете еле-еле держится на ногах то есть пьяная распьянющая я спустилась туда вниз знаете смех и грех мне неудобно перед этими грузчиками они вытаращив глаза на все это смотрят я говорю ладно ладно поднимайтесь сейчас я с с ней договорюсь с этой женщиной все в порядке но и она меня увидела я вижу что все равно не очень адекватно но все равно узнала и говорит ой галина заходи ко мне в гости мы с тобой сейчас выпьем выпьем я говорю да 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 конечно сейчас я вот сейчас с грузчиками закончу но и вы знаете друзья я я конечно же не собиралась к ней идти но она через какое-то время не забыла и она стала ко мне стучать в дверь опять приходи заходи в общем мне пришлось к ней туда спуститься в ее эту квартиру это был конечно друзья кошмар во первых я не ожидала что человек настолько пьющий во вторых я увидела что пьет она одна и это по моему был какой-то уже выходной я не помню но суббота по моему было это была середина дня но она уже судя по всему пьет пила давно в квартире у нее стоял ужасно смрадный запах в общем вы знаете я тогда побывала у нее как говорится первый и последний раз я никогда не видела настолько сильно пьяных женщин как она она несколько раз пыталась показать мне свою квартиру вставала с софы и падала тут же я ее поднимала усаживала говорю не надо никуда тебе ходить давай посиди я пошла и приготовила чай я побежала к себе принесла ей там что-то у меня было покушать потому что у нее кроме этих бутылок на столе все было налито какие-то в лужи кругом все перевернутые рюмки и совершенно никакой закуски там ничего и в помине даже не было вот я думаю может быть человеку поесть может быть что-то горяченького может она в себя придет в общем принесла но и она конечно тут что такое плела я не знаю даже какие-то какой-то бредятину пьяную типа того что ты меня уважаешь или ты меня не уважаешь вот что-то типа такого конечно же я не смогла ничего и в нее впихнуть как говорится она ничего не стала ни пить не есть вот и в конце концов я там не смогла больше находиться я попыталась ее как-то уложить но бесполезно я говорю ладно хорошо мишель я пойду у меня еще дела у меня там надо свои проблемы короче я от нее убежала потому что находиться в той квартире в той воне я не могла вот тогда не вы знаете для меня было просто потрясение во первых я не ожидала что этот человек настолько пьющие во вторых по ней бы как бы скажешь по ее внешности но трудно было судить определять хотя потом уже много жды после этого я ее видела пьяной и она почему-то была очень агрессивная когда она была пьяная какой-то раз она прямо на меня что-то тоже наскочила тут с какими-то криками я даже не поняла что у нее там произошло вот я закрыла дверь даже не стала разбираться а потом на следующий день она пришла ко мне позвонила такая тихая скромная принесла мне цветы извинялась очень долго что вот прости извини я что-то наверно тебе не то сказала я тебя обидела но то есть она что-то наверно все-таки помнила вот такой друзья неадекват о котором я вам не рассказывала не хотела рассказывать но вот видите получилось так что все-таки рассказала кстати начался дождь опять я спрятала здесь под это красивое дерево дождь начался и наверное что дальше наша прогулка уже не получится не состоится поэтому на сегодня я наверное буду закругляться я рассказала вам о мишель то что хотела пишите ваши комментарии ставьте лайки не забывайте подписаться на канал кто еще не подписался а на этом я с вами прощаюсь друзья берегите себя всего вам доброго еще увидимся пока пока